Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Также 14 апреля я сегодня показывала, что я посынкую. Первое посынкование, первое удаление лишних листьев. Вот после посынкования, после удаления лишних листьев, видите, что томаты выглядят совсем по-другому. То я показывала вам, что они у меня прям вываливались сюда. Теперь они, вот этот ряд стал аккуратненький, стройненький. И кажется, места между ними стало даже больше. Вот такая дорожка, очень широкая, сантиметров 60, наверное. Но вы не подумайте, что они будут так вот по-барски, с таким пустым, вот этим, с такой пустой площадкой жить. Нет, конечно. Сейчас я снова сюда начну приносить им подселенцев. Квартирантов на разжирение, на растолщение, на передержку, на подращивание. Кто-то может спросить, какой смысл? Только убрала, только унесла отсюда те, которые мешались. Сейчас снова хочу сюда поставить. Но дело в том, что они уже у меня теперь большие. А я сюда принесу молодые молодняк, которые недавно только я перевалила в полкилограммовые стаканчики. И они будут намного меньше и этих, и этих. Они никому не помешают. Но для них здесь идеальные условия. Через две недели они тоже растолстеют, они зазеленеют. Все будет хорошо. Просто те, которые стояли до этого, они ведь уже стали большие, они уже стали в один рост с ними. Они загораживали им свет. А те маленькие, они никому не помешают. Просто здесь такие идеальные условия. В комнате дома, на подоконнике или на стеллаже никогда не вырастет такая рассада. Вот она прям на глазах меняется, меняет свой внешний вид. У нее утолщается стебель, зеленеет все, бутон выкидывает. Короче, у нее здесь очень активная жизнь. Быстро все у нее меняется. А дома, на окне, она, конечно, только вытягивается. И вот хочу еще вам показать. Я сегодня пропосынковала и удалила нижние листья и подвязала только те, которые высадила в первый день, в первой партии. Это вот все мои самые любимые сорта сибирские. Ботяня, пудовик, любимый праздник. Там дальше уже идет Настенька. Она пока не нуждается в подвязке. Она не будет подвязана. Не буду подвязывать, пока нет нужды вот эти штамбовые низкоруслые. Они тоже пока маленькие. Завтра буду делать вот этот второй ряд. Потому что иностранцы тоже поперли вперед, очень хорошо выросли. И у них тоже уже и бутонизация, и лишние пасынки. Смотрите, какие деревья стоят. Их надо тоже подвязывать, пасынковать. И вот хочу вам показать. Всего с нескольких кустиков, вот половина вот этого рядка. Смотрите, сколько лишней зеленой массы я нарезала. Пасынки прям полноценные. Я говорю, как рассада томатная. Листья вот эти нижние. Ясно, что насколько легче будет растениям этим. Без этих кормить. Это вот таких нахлебников они кормили. Сейчас они и выглядят лучше. Я всегда сравниваю. Как будто сходили в парикмахерскую. Когда заходит вот такой мужик в парикмахерскую, такой лохматый. И выходит после стрижки с аккуратненькой такой подрезанной головкой. Также у меня томаты. Вот сегодня они у меня сходили в парикмахерскую. Мастер им модельные стрижки сделал. Сейчас между ними, кажется, и расстояния уже очень большие. Вот. Можно свободно даже здесь проходить. Все. Вот это пасынкование, удаление нижних листьев старых. Про Коли я буду говорить уже завтра. Потому что сегодня по техническим причинам. Я даже видео не успею выложить. По времени. У нас не очень быстро выкладываются видео на YouTube. Поэтому сегодня все равно этот ролик я не смогу выложить. И запишу его завтра. Как вы видите, уже тут Коли. Все. Подвязка. Про подвязку и про Коли будет завтра. Все. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...